Без присмотра, это, говорит, воспитатели, родителям к детям доступ запрещен. Говорят, что вы можете по этому поводу сказать? Говорят, это грехня полная. Она говорит, а как? Я говорю, ну вот смотрите, все, что написали, это, говорит, вранье. Подождите, давайте, говорит, по порядку. Вы знаете, что там дети стоят в 5 часов утра? Я говорю, у меня дети тоже стоят в 5 часов утра. Я ухожу в 6 часов на работу, мне нужно поднять их в 5, накормить, напоить, одеть. А вы знаете, что там они еще молятся? Я говорю, мы православные, мы тоже молимся. А вы знаете, на чем они вообще молятся? Они под тем же православным молитвословом, что продается в каждой церкви. Я говорю, у меня дом, они тоже молятся. А вы не против, что там Библию читают? Я говорю, я православный человек, мы считаем Библию. Да, но там же детей постом, говорит, заварили. Я говорю, вы знаете, там пост действительно есть, но там рыбу готовят. А когда нету поста, то молочная. У меня дети приезжают, говорю, требуют сварить молочную сутку, я его не умею готовить. Значит, молочная как минимум там есть. А вот запрещают детям общаться с родителями. Сколько, говорю, раз мы звонили, проблем не было. Как, вот написано в заявлении, что полторы минуты только под контролем Игнатия Тихоныча, только с его личного телефона. Я говорю, неправда. Я звонила воспитателям, у меня дочь звонила Игнатию Тихонычу. То есть, получается, мы не менее двух раз в неделю звонили туда. Это так получается? То воспитателю, то Игнатию Тихонычу. Дети без контроля, да как же, я позвонила воспитателю, раз трубку ребенку дал, поговорили. Какая проблема? Вот они здесь рядышком. А вот, говорит, не разрешают общаться. Я говорю, в этом году я по техническим причинам не ездила, но в прошлом году, в прошлом году, мы приехали без предупреждения на крещение, и никто не запрещал общаться с ребенком. Со всеми с ними пообщалась, и даже покормили меня, говорю. Вы, говорит, вообще там были в лагере? Я говорю, я-то была. А вот вы, говорю, там не были. А вот, и, говорит, а вы знаете, что детей там заставляют работать на огороде. Я говорю, у меня дети тоже работают на огороде. Они там дрова пилят. Я говорю, ну а у меня-то кто будет дрова пилить, баню-то пить? А она с таким интересом на нее посмотрела. А вы знаете, что они там спят? Я говорю, такие же двухъярусные кровати, как у меня дома. Только чуть-чуть побольше. У них одна ярусная. Она говорит, а вы знаете, я говорю, слушайте, я говорю, а можно я пойду? Она говорит, в смысле? Ну вот вы тут на Игнатия Тихоновича вот такой вот мы собрали. То есть фактически то же, что у меня дома. Можно, я это пойду, говорю, а то же самое, говорю, мне аукнется? А она говорит, нет, 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 подождите, подождите. Ну надо же разобраться. Говорит, вот вы вообще, говорит, не против, что Библию это читают? Я говорю, православные все должны Библию читать. Я говорю, положим. А она говорит, ну все понятно. Ну а вот говорят, игр там нету. У меня там дети, когда выезжали в лагерь, они брали и мячи, и футбольные, и баскетбольные, и ракетки вот эти вот бомбинтонные. И они взяли, говорю, вот этот змей, вот этот летающий. И шахматы даже пацан туда таскал. Все, говорю, было. И карандаши красные. Как же? Они оттуда приезжают, они мне рассказывают, какие они фильмы смотрели в видеотеке. Так что, говорю, какие интеллектуальные еще занятия? Еще главное, значит, рассуждают, говорю, по этим фильмам. Рассуждают, переговаривают. А, говорит, там вообще никаких занятий. Как? На лодке плавают. Удочки брали, рыбу ловили. Купаются. Купаются. Так там и пруд есть. Я говорю, ну, знаете, ну вот так вот так. Я говорю, знаете, у меня дети... На лодке, а что утонуть могут? У меня, говорю, дети там 8 лет. Какая одна лодка. Бесплатно. Я говорю, просто представьте себе, ну, бесплатно. Я говорю, а как? Четверо детей у меня 8 лет ездят туда бесплатно. Я говорю, просто представьте себе. Это, говорю, кому, говорит, какой, говорю, благотворительный меценат, это же сколько денег уходит просто на то, чтобы кормить, содержать, да еще и воспитывают. Вот, говорю, а еще вы, говорю, просто подумайте. Вот такой вот, говорю, вопрос. Как называется в русском языке, вот такое слово есть, как называется место, куда дети приехали на отдых и собрались, остановились там и отдыхают? Я говорю, в русском языке есть одно только слово – лагерь. Поэтому фактически, это, конечно, лагерь, но по-фактически оно и не лагерь. То есть, получается, он лагерь только по названию. А так он приехал, бесплатно ребенок, и отдыхает в гостях у человека. Фактически. А вы знаете, говорит, там туалеты деревянные. У меня тоже деревянный туалет. Тоже на улице. То есть, говорит, у вас условия такие же, как лагерь. Судок. А, говорю, вот как называется еще человек, который все организовал, и все, говорит, за этим присматривает. Начальник лагеря. Игнатий Тихонович. Все. Я говорю, что еще могу сказать? Она говорит, подождите, она берет вот такую пачку документов. Так, говорит, как же это же можно назвать-то? Лагерь, кемпинг, туристическая база. Да ничего не подходит. Я говорю, а другого слова нет. Я говорю, просто подумаешь, другого слова. Ну, он сказал, лагерь стан. Однозначно. А сколько вообще этот лагерь существует? Я говорю, да лет сорок с лишним. Я говорю, точно не знаю, но больше сорока. Она говорит, а что же, они его не оформили. Я говорю, при коммунистах они бы его не оформили. Я говорю, а смысл? Приехали, бесплатно, отдыхают. А вот сейчас я говорю, сижу и думаю, что они там делают. Потому что лагеря есть. Тихо, подожди. Она говорит, ну ладно, ладно, все. Если, говорит, что, мы вам позвоним. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, повестку пришлем. Я так сразу послала. Вот по этому адресу, пожалуйста. А у меня адрес, называется буквально прописка, земельный участок, находится в 564 метрах по направлению на юго-замок, отриентира, поселок Лесной, дом 12. Это у меня. Это паспорт и так? Это у меня у детей просто паспорт. Прописка. Прописка. Пойдешь налево, пойдешь на право, все было в порядок. Я говорю, пожалуйста, по этому адресу. Там золотая цепь додумит. Выход направлен в бою. Они поняли, они не того человека вызвали. В общем, она им не отправила, и потом еще долго-долго эти бумажки. Скажешь, ты там еще лучше в лагере, чем в другом. Я не знаю. Ну, в общем, вот такой вот разговор. Только это. Аллилуйя. В общем, получается, как я поняла. Тихо, тихо. Пока, пока. Вот только вот потому, что написала вот эта мама Батурина, которая там не была, которая на этого не знает. А, еще был отдельный вопрос, спрашивает. А вы знаете, что там, говорит, в лагере есть наказание. Я говорю, а мои дети ничего про это не сказали. Они не говорили, что их наказывали в лагере. Все. В этом году, как у нас ребятишки говорят, так и не наказывали. Ну, все. Золотые пацаны. Больше года ничего. Спасибо, Христос. Благословит Господь тебя и твою семью. Молодцы. Заказали. Слава Богу, как и лучше. Еще есть желающие сказать слово. Вопросы. Я благодарю за молитву. Я был путешествующим. Тихо. В лагере, в Мирском спортивном лагере, ну, есть с чем сравнить. Сейчас сестра рассказала, и я там был. 70 ребятишек там было. Я там был как тренер по... Моих было только пять. Тренер по спортивной дрессировке. Там были дзюдоисты. Ну, конечно, я там с ними, с ребятишками и занимался, и дрессировкой, и проповедовал. Но, конечно, сравнить вот то, что рассказывала сестра, и то, что там. Сколько рук сломали? Да, во-первых, ну, что рассказывать там было. Ты расскажи, ничего там. Я благодарю за молитву, что я живой оттуда приехал. Там что, Телецкое озеро, да, Сергей? Нет, там... Там... Чемал где. Город, лагерь. Точно такой же туристический. Но там дети готовят сами. Дети. Разжигают костер. Антисанитария полнейшая. Туалет беремянный. Вода непроточная, яблокая, речка течет. Да, ну понял. Проточная. Налог она не докопается. Тоже человек его не регистрирует, потому что понимает. Если приедут, закроют, то они там прочитали. Я пример. Понятно. Слава Господу, аллилуйя. Вернулся живой. Живой. Все? Высказали. Завершаем, значит, сейчас песнопение, занятия по обычному плану. Аллилуйя. Я хотел еще добавить, что если бы, да, коротко, если бы все дети с земли попали в лагерь Игната Тихоновича, то сейчас не надо было бы нам строить лагерей, где заключенные у нас. Да. А все остальное, то, что они выискивают, они выискивают на свою, как говорится, кошка скребет на свой хребет. Они их хапанут, все остальное. Достойно есть якова истину, блажите Тебя Богородицу, признавлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога, Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных применников, от внутренних расприй, от беззакония, которая втайне, останови делающую зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении Своем, и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Жирите, если нравится. Только ешьте, не выбрасывайте. Аминь.